Всем привет! Меня зовут Александр. Я, значит, закончил наш местный национальный исследовательский университет НИЭТ. Я защитил кандидатскую диссертацию в тринадцатом году по теме, о которой сегодня вам расскажу. В кинематографе с лекции я выступаю уже второй раз. Первая лекция была посвящена глубокому космосу. Мы полетали на границах вселенной, посмотрели, что такое мульти-вселенные, попытались разобраться в черных дырах и прочие интересные вещи были в этой лекции. Сегодняшняя лекция будет немножечко понаучней с точки зрения прикладной тематики. Может быть, для кого-то она покажется немного сложноватой, но я попытался все это упростить как можно для более широкой аудитории. Кстати, прошлую лекцию можете посмотреть в группе кинематографа, там видео выложено и даже есть презентации, на которой я основывался. Ну и немножко забегая вперед, скажу, что прошлая лекция была про космос, про внешние миры, так скажем. Эта лекция будет более приземленная, она будет как бы основываться на каких-то человеческих вещах, то есть вот сборе, преобразовании энергии в том числе. А следующая лекция, которую я готовлю, будет про то, из чего все мы устроены. Это такая небольшая как бы заготовочка, пока что заинтересую вас. То есть вообще все, я и кинематограф, и даже Михаил, все кое из чего состоят. Физически, конечно, с точки зрения науки. Так, ну что ж, а сегодня лекция при поддержке курилки Гутенберга, проект образовача, и вот при поддержке электриума, и зеленоградского отделения вот этой курилки. Называется она преобразователи энергии из вибрации в электричество. Ну, собственно, основная цель понятна. Мы сегодня поговорим о таких вещах с научной точки зрения, которые помогают нам в современном мире. Итак, хочу сказать, во-первых, что все мы с вами, друзья, в какой-то степени находимся в серьезной зависимости. Дело в том, что в 21 веке, в котором все мы живем, мы уже не можем себе представить весь окружающий нас мир и быт свой от электричества, без электричества. То есть все, что нас окружает, практически все, питается электрической энергией. И вот на этом слайде я попытался изобразить какие-то гаджеты, новые разработки в области электродвигателей, как вот модели Тесла. Ну и вы можете увидеть, как планета сверху наша выглядит, потребляя электричество, несколько тераватт энергии в час мы потребляем всей планеты. Сразу вопрос задается, ну как бы если столько мы потребляем, то как это все как бы генерировать? Откуда взять такое количество энергии? Ведь аккумуляторы, которым заряжается большинство гаджетов, они имеют свой срок службы, свою определенную емкость, ну и некоторые другие характеристики, которые не делают из них такие вот универсальные источники энергии. Откуда же берется электричество в современном мире, в современности? Ну 21 век подарил нам прекрасный источник энергии, это ядерная энергия. Действительно очень мощный источник, который основывается на древнем принципе. Нагреваем воду, она испаряется, толкает трубины, и трубина уже с помощью динамомашины преобразует электричество. Также человечество прекрасно освоило исчерпаемые ресурсы, такие как уголь, газ, нефть, которая преобразуется в бензин, ну и демократия, конечно. Однако они же чем плохие? Тем, что ядерная энергия может стать причиной аварий некоторых и глубочайшего загрязнения окружающей среды, а исчерпаемые источники топлива, они когда-нибудь закончатся в итоге. Люди уже начали изготавливать и изобретать такие, как бы сказать, источники новой энергии, зеленой электрической энергии, такие, как вот энергия солнца, например. Ну, мы все, наверное, через пару лет уже будем обладать такими устройствами, как сейчас мы обладаем телефонами. Это не я. А что же нам делать с еще более новыми источниками энергии, такими, как термоядерный синтез, в том числе холодный термоядерный синтез, синтез, который только начинает изучаться в нашем мире. Ведь они не настолько еще доработаны, чтобы быть повсеместными. На выручку нам приходят некоторые другие источники энергии, такие, как разработал Александр Казмин. Давайте еще раз попробуем оценить всю картину источников энергии, которые получает человечество с планеты Земля. Зеленой энергии. Мы уже говорим о той энергии, которая возобновляемая. Вот посмотрите, слева вверху представлены некоторые источники мощной, мощные источники энергии. Это вот геотермальная энергия, которая прям под ногами у нас находится на глубине нескольких километров. Это тепло самой Земли. Это энергия подводных источников, приливов и отливов. Энергия ветра и, конечно, энергия солнца. Все это более или менее человечество уже научилось, как контролировать и как из этого получать энергию. Однако, даже под самым оптимистичным прогнозом, в ближайшие десятилетия, ну вот до 2020 года, такой процент энергии составит всего лишь около 8% мирового добычи энергии. Но подумайте, ведь нас окружает большое количество очень-очень маленьких источников энергии, которые можно тоже собирать, если использовать некоторые нанотехнологичные, как бы сказать, комплексы современные. Этими источниками могут являться, вот, к примеру, капли дождя, которые, падая с неба, передают свою потенциальную энергию крыше, разбиваясь на мелкие частицы. Это энергия колебаний вибраций нашего сердца, которая работает постоянно, как биологический мотор. Ее мы тоже можем использовать для каких-то биосенсоров или чего-то еще. Энергия дорог, по которым ездят машины, поезда, электрички, метро. В метро миллион людей каждый день проходят и нажимают на своими стопнями, на лестницу. Это можно тоже пробовать брать, они же бесплатно это делают, а мы можем из этого вырабатывать энергию, оказывается. Ну и, конечно, собственное движение человека. То есть мы постоянно ходим, постоянно двигаемся, части нашего тела служат прекрасным источником маленького количества энергии. Так вот, чтобы собирать такие рассеянные источники энергии, мы разработали, мы как ученые, не как Александр и компания, а как ученые, разработали такие специальные устройства, основанные на нанотехнологиях. Нанотехнологии здесь не пустое слово, как, например, сейчас повсеместно говорят, там, шампунь с наночастицами или там удивительный гель какой-то с нанотехнологиями. Это все пустая брехня, в общем. Настоящие нанотехнологии, это в первую очередь микроэлектроника, ну, уже наноэлектроника и преобразователи всякие. Так вот, что же такое нанохорвестер и почему он именно назван нанохорвестером? Это как раз идея, назвать его так, была нашей, чтобы показать. Хорвестер ведь переводится с английского как сборщик урожая. Мы все знаем компьютерные игры, да, где вот эти хорвестеры ползают, но также известны машины для сборки урожая, например, пшеницы, когда идет хорвестер по полю, скашивает зерна и вот эти зерна, это как электрические заряды в нашем хорвестере, если вот проводить такую аналогию. Так вот, нанохорвестер это устройство, преобразующее энергию маленьких слабых механических колебаний в электрическую с помощью пизоэлектрических наноразмерных материалов, которые я покажу вам позже. Для чего такие вообще вещи нужны? Ну, область применения их огромная, вы можете посмотреть на этой картинке. Это и биосенсоры, микроэлектромеханические структуры, какие-то медицинские устройства и энергосбережения можно с помощью этого устройства осуществлять. Нанотехнологии, всякая силовая одежда, очень-очень много можно найти области применения для этого устройства. На чем это все основывается? В каждой зажигалке, которая пьезо называется зажигалка, примерно подобный эффект, однако пьезоэлектрический эффект, однако в нашем случае он, как бы сказать, на атомном уровне действует. Вот здесь вот вы можете посмотреть серая картинка. Это настоящая атомная решетка, которая была получена с помощью так называемой растровой электронной микроскопии и, возможно, даже просвечивающей электронной микроскопии, материала цинк-О, ведь вы же знаете, что все вокруг нас состоит из атомов, вообще все. И вот материалы в том числе, вот эти вот круглые шарики, это отдельные атомы на данном рисунке. Видите, как красиво природа все это делает? Такие вот наноструктурированные материалы. Ну а что из себя представляет атом? Атом это вот ядро и электронное облако, которое летит, летает вокруг него хаотически. Так вот, а пьезоэффект основан на чем? На том, что вот эта вот кристаллическая структура при сжимании, вот первая стадия это покой, стадия покоя, красные и синие это атомы, положительные и отрицательно заряженные. Нет, какой-то ересь сказал. Это, в общем, электроны, конечно же, которые перетекают при сжатии и растяжении. Электронные облака пересекаются между друг другом и перескакивают электроны и перетекают от плюса к минусу. И от минуса к плюсу в случае растяжения. Это пьезоэффект. Сжимаем, получаем заряд, разжимаем, тоже получаем заряд, но в обратную сторону. Мы не первые, кто занимался такими разработками, нанохорвестерами. Первыми были американцы китайского происхождения, под руководством товарища нашего ближайшего конкурента, можно так сказать. Хотя в науке, конечно, нет конкуренции. Жон Лин Вонг разработал такое устройство. Ну, первая моделька была сделана в 2007 году. Они проанализировали вот эти вот нано-кристаллический материал, который он показывал на кадре раньше, вот эту вот атомную структуру этого материала. Проанализировали его математические модели, составив компьютерное моделирование, проведя. Сделав предварительную какую-то вот работу по созданию такого прибора, вырастили кристаллы пьезоэлектрические, создали электрод, все это вместе совместили. Вот это микрофотография, вот эта вот шкала 1 микрон, это примерно в 10 раз, наверное, меньше чем, тоньше, чем человеческий волос. И провели первое испытание. У них все получилось, действительно, вот посмотрите. Ток здесь, правда, он соответствовал значению 0,2 наноампера всего лишь, ну и напряжение тут где-то вот с 0,1, что-то такое. Ну, в общем, получили очень слабенький результат. Основываясь на их разработках, мы решили, мы решили сделать свой нано-хорвестер. Однако, мы пошли немножко дальше. Конечно, нельзя было просто повторить работу вот этих выдающихся ученых, а они действительно выдающиеся ученые, они занимаются большим количеством проектов, которые уже удались и уже пытаются коммерциализировать это. Вот, мы пошли по другому пути, чтобы не было никаких вопросов с их стороны и решили создать свой нано-хорвестер, основанный на пьезоэлектрическом эффекте. Но как это сделать? Это же то, что должно было заново в мире родиться как бы. Из идеи должна была родиться какая-то вещь, которая будет полезна человечеству. Конечно, мы не могли долго экспериментировать и было предложено сначала провести компьютерное моделирование, потому что оно откроет нам глаза, в какую сторону двигаться. Компьютерное моделирование, потом первые структуры мы начали в лаборатории выращивать, происследовали их на микроскопах, и потом уже начали развивать идею нано-хорвестера, сделав его однослойным, многослойным, с покрытиями всевозможными. Собрали электрическую схему, которая будет отсеивать заряд, и испытали. Немножко подробнее дальше, как мы все это делали. Насчет компьютерного моделирования. Компьютерное моделирование — это неотъемлемая часть исследовательских экспериментов ученых. Потому что раньше как можно было сделать? Создать 10 тысяч образцов, и все их, ну, с отличительными какими-то характеристиками друг от друга, и все потихонечку по одному измерять. И потом, дойдя до, там, не знаю, 991 образца, сказать, о, это то, что нам нужно, наконец-то у нас получилось. В современности ученые делают не так. Сначала они делают модель математическую, по формулам рассчитывая, а потом эту математическую модель переносят в компьютер. Причем компьютер должен быть достаточно мощный. В нашем случае такая модель как бы обрабатывалась компьютером около 80 часов. И вот мы посмотрели на этой модели, какую, собственно, структуру должен иметь наш наногенератор. Мы сделали вот такой вот наноразмерный кристаллик один, и заполнили его со всех сторон веществом. И далее наклоняли, и сжимали, и растягивали вещество вокруг нанокристалла, и смотрели, какие примерные характеристики у нас получаются на выходе. Вот вы можете видеть, что здесь вот около 5 вольт напряжения, плюс-минус 0,5 вольт. Ну, а это уже мы давили сверху, чтобы показать, что наш коллега Вонг был в какой-то мере прав. Мы хотели подтвердить его результат, и как раз вот видите, что он подтверждается. То есть у него были такие же результаты, что если давить в торец кристалла, то заряд расслаивается на несколько частей. И вот здесь у нас такие же результаты получились. Далее, с помощью хитрейших лабораторных методов были выращены структуры таких, такого наногенератора. Все, что вы здесь видите, это результаты, картинки, точнее, полученные с помощью растроэлектронной микроскопии. Это очень-очень точный метод фотографии наноразмерных структур. Здесь у каждого представлена шкала, вот в микронах справа внизу, здесь вот тоже справа внизу. Вы можете видеть, что кристаллы, которые выращены с помощью вот нашего исследования, обладают наноразмерными... наноразмерными... как бы... нано... на... в общем, размерами в области нано-величин. То есть диаметр кристалла около 70 нанометров, ну и величина самого кристалла около 200-300 нанометров. Что мы здесь видим? Это вот слой наших нанокристаллов, это вот верхний электрод, который будет касаться кончиков нанокристаллов и как раз сжимать их, наклонять и так далее, как мы это все моделировали, для того, чтобы проскакивал электрический заряд. Здесь более сложная структура представлена. Здесь были выращены нанокристаллы вот такие, они были заполнены наполовину специальным веществом упругим и еще раз дорощены, то есть вот как камыши такие получились. Ну а это уже устройство в сборке, мы заглянули... разрезали пополам и заглянули внутрь. Ну и в лабораторных экспериментах... Что-то опять такое-то. Ну, помогайте. Я не знаю, что делать. Вопрос какие пока? До данном этапе давайте. Ага, ну все, поздно уже, поздно. И в результате, в наших лабораторных исследованиях мы получили в несколько раз лучший результат, чем наши американские коллеги-конкуренты. В общем, ток у нас соответствовал нескольким микроамперам напряжение единицам вольт. Мощность, конечно, маловато была. Она была в районах нано-ватт. Однако мы этого примерно и добивались. Ведь мы же не хотим вырабатывать большое количество энергии. Нам нужно создать было такое устройство, которое преобразовывало бы маленькое количество энергии для подпитки всевозможных маленьких носимых устройств. Так, ну что ж, дальше. Дальше, когда мы получили первые результаты, мы стали развивать наше исследование и создали несколько... Сколько там осталось? Еще есть? Да, хорошо. Создали несколько разновидностей этого нано-хорвестера. Первый из них был покрытый медным электродом. Поверхность вот нано-кристаллов мы запылили медью, чтобы он выступал в качестве электрода. Чтобы не было подвижных частей в этом устройстве. Ведь когда есть подвижные части, то очень сложно как бы сделать большую серию этих устройств. Чем больше движущихся частей, тем сложнее его серийно выпускать. Ну вот, мы заполнили это все проводящим веществом. Снизу проводящее вещество, сверху. Нанокристаллы как-то сгибались там в процессе сгибания. Вот это вот готовый образец, это фотография того, что у нас получилось. Конечно, образцов было несколько, но вот этот вот как бы самый почему-то красивый показался. Нам его сфоткали. Вот, получили значение плюс-минус 2 вольта при сжимании и разгибании. Следующий нано-хорвестер был с заполнением веществами между кристаллами пьезоэлектрической пленкой. Поливинил-диметилфторид. Это такое вещество специальное. Ну что ж, тут примерно все понятно по схеме. Это вот наши нано-кристаллы. Они заполняются веществом поливинил-диметилфторида и покрываются электродом. Между нижним и верхним электродом проскакивают заряды. Здесь вы видите изображение вот этого частички нано-хорвестера. Это, конечно, лабораторные образцы. Дизайнер пока что над ними не работал, но в будущем, конечно, мы планируем, что они будут в виде красивых коробочек такие будут сделаны. Вот, здесь вы видите верхний слой, нижний слой и вот слой ПВДФ, такой белесый немножечко налет. И покрытый металлизацией верхний слой металлизации. Далее мы сделали с коллегами из МИЭТА покрытый углеродными нанотрубками Хорвестер, которые углеродными нанотрубками, которые обладают высокопроводящими свойствами. То есть мы хотели, чтобы заряд не терялся по пути между электродами, а вот моментально попадал на внешние источники, истоки-истоки. Ну вот что получилось. Углеродные нанотрубки имеют черный цвет, практически абсолютно темный материал. В него можно посмотреть и утонуть. Здесь можете посмотреть, как это все выглядит. А что же делать дальше? А дальше мы задумались над таким вопросом. Да, это все хорошо. Мы делаем нанохорвестеры на подложках из кремния, из железа, из титана. Но они достаточно грубые получаются. Они, наверное, будут хороши для каких-то локальных применений. То есть класть их под плиты, в метро, например, под плиты ступенек. Либо прикреплять их куда-то к крыльям самолетов, чтобы те вибрировали и вырабатывали электрическую энергию. Но самым интересным применением, как нам кажется, стало бы развитие нано-генераторов в области текстильной промышленности. Ведь все, что мы носим, а люди обычно носят одежду, может комкаться, двигаться и вырабатывать малюсенький вот этот заряд, который можно накапливать. И, например, по дороге домой заряжать телефон с работы. Вот. Так вот, как это могло бы выглядеть? Текстиль, нити текстиля, на которой бы напылились вот эти нано-кристаллы, которые были бы покрыты электродом и переплетены в ткань. Вот вы можете видеть, раз тоже электронное изображение вот этого всего дела, но это как бы предварительные эксперименты наших западных коллег. Ну и вот какой-то образец, первый самый, который нам показывает, как это все может выглядеть. А для чего можно изготавливать такой вот электрический текстиль? Ну, для того, чтобы подсвечивать лампочки, чтобы делать подпитку микроконтроллеров, чтобы вот можно было встраивать уже в одежду какие-то такие вещи, которые бы помогали нам повсеместно. Те же самые зарядки для телефонов, какие-то, может быть, мобильники, передатчики сигнала и, в общем, что только позволит фантазия на данном уровне развития человечества. Ну и в качестве, наверное, заключения мы думаем, что такие устройства можно будет применять в биотехнологиях будущего. Дело в том, что материал нанокристаллов, он биоразлагаем, никаким образом не влияет на внешнюю среду, поэтому его можно было бы использовать для биотехнологий, таких как всякие кардиосенсоры, имбланты в нервную систему и, конечно же, в головной мозг. Вот куда мы все идем, это к развитию искусственного интеллекта и, в общем, роботов будем создавать. Но чтобы нано-генератор, нано-харвестер был более функциональным, мы придумали, ну не мы, конечно, мы ученые, вот, мы придумали, что пьезоэлектрические слои нано-харвестера можно было бы совмещать с другими нано-технологичными слоями для того, чтобы происходило преобразование химической энергии, помимо вибраций, помимо механической энергии, химической энергии в электрическую, энергии тепла тела в электрическую и солнечной энергии. То есть это был бы такой сборный элемент из нескольких нано-харвестеров. Это же все называется область как бы нано-харвестинг, сбор энергии. Только они бы работали в разных областях, химической, вот, энергии тепла и солнечной энергии, еще плюс от вибраций все это заряжалось. Ну а что будет, посмотрим, потому что уже в этом году мы запланировали эксперименты по созданию вот такой вот тканевой основы для нано-харвестеров. Я думаю, что через пару лет я вам могу сообщить какие-то более интересные результаты. Лекция подготовлена с поддержкой Центра арта и искусства Cosmic Company. Все, пожалуйста, вопрос. Спасибо. 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 Спасибо.